Пять месяцев в школьных классах не раздавались детские голоса. Скоро кабинеты и коридоры заполнятся неугомонными и любопытными учениками. Но за время дистанционного обучения и летних каникул многим будет сложно вернуться в рабочий ритм. Психолог Ангелина Фомина рекомендует постепенно готовиться к смене деятельности, чтобы адаптация к школе прошла безболезненно. Ребенку нужно сейчас дать больше положительных эмоций. Можно посмотреть фотографии с отпуска, рассказать какие-то, может быть, смешные истории из школьной жизни. Нужно ребенка заинтересовать, пугать ни в коем случае нельзя. Этот совет поможет плавно и без нервных срывов вернуться ребенку в рабочий ритм. Ребятам постарше настроиться на учебу поможет поставленная цель – выбранная будущая профессия. Старшие школьники, подростки, у них уже есть мотивация. Они знают, куда они будут поступать, к чему поведет эта учеба. То есть они больше замотивированы. И даже здесь им нужна помощь родителей, им нужна постоянная поддержка. Но и тем, кто впервые переступит порог школы, и тем, кто считает себя самостоятельным, нужно придерживаться правильного режима дня. Такие рекомендации дают медики. Это позволит снизить стресс и положительно скажется на здоровье ребенка. Положительный настрой, чтобы ребенок чувствовал, что к нему внимательно относятся. Его щадящий режим. То есть питание должно быть сбалансированное. Не вот перекусы, а обязательно ребенок должен питаться сбалансированно. И белки, и жиры, и углеводы, много витаминов. Родителям нужно быть готовыми к смене психоэмоционального состояния ребенка. Не стоит с первых дней учебы взваливать на него дополнительные занятия в кружках, спортивных секциях. Это может подорвать его иммунитет. Увеличивайте нагрузку постепенно и выделяйте время на отдых. Обязательно надо, чтобы ребенок менял вот эту статику на динамику. То есть если сидит уроки, делает какой-то промежуток времени, ему надо обязательно отдохнуть, физически подвигаться. Прогулки на свежем воздухе, в том числе и перед сном, благотворно скажутся на здоровье ребенка. А спокойствие и позитивный настрой родителей добавят ему уверенности в своих силах. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.